Итак, мотор, поехали, мотор объясняет. Мы создаем и добровольно отдаем дуру государству. А, ну понятно. Создаем нечто, что твое, ты государство. И это нечто тебя, государство не имеет, что создают базу государства. Распиши. Доктор, ты можешь задать вопрос, для чего он подписывается? Я доверяю. Нет, а я же так же подписался, я первый раз, как вас встретил, не звонит, не знакомится, говорит, я хочу на тебя оформить туда-сюда. Я говорю, смотри в глаза, это хорошее дело, он говорит, да. Я говорю, все, я тебе доверяю, я подписываю. Если ты меня обманул, это мошенничество, да, это доверие. Нет, так я раз говорю, патент подписывал. Я говорю, олег, ты уверен, да, да, нормально, все, пиши. Я говорю, ну ладно. Так и подписал. Ну вот так и есть. В общем, ученые-изобретатели делятся своим имуществом и поручают нам... Что? Я сегодня вспоминаю. 30. А вот сегодня было подписано. 28. А, 29. В присутствии свидетелей, дорогие друзья, происходит подписание. То есть, ребят, я не в курсе. Ребят, я, если что, не приведела. Из-за строго на шоке. Из-за строго на шоке. Из-за строго на шоке. Если что, это все он. Есть такая притча в Турции, здесь крепость Султана в городе Аланин. Прости, перебью, а ты не подписывал еще, я смотрю? Да. Я когда все закручиваю... Концы, да? Все. Там была крепость. Врача-врача. Врача-врача. Жила там, жили там подданными Султанами. Султана, это та категория людей с измененным состоянием сознания, которым дано в ответственность их подданным. Кто-то нарушал, он казнил. Однажды он сказал, мои любимые, возлюбленные подданные, возьмите камень и бросьте его со стены крепости. Если этот камень попадет в море, то я вас помилую. А крепость была очень высоко над океаном, над морем. И расстояние между краей крепости, стены, до самого моря было значительно большое для того, чтобы бросить камень и докинуть в горизонтальном состоянии, в условиях, в нормальных условиях. Но когда ты смотришь со стены вниз, то море у тебя как-то на ладони, кажется, что оно близкое. И человек берет маленький камушек и бросает его с надеждой добросить. Ну, не добрасывается. И ни одного человека не было того, кто выбрал большой камень, чтобы у масса, энергия и гравитация споставил ничем в жизни. Берите больше на себя ответственности. Она вас спасет. Все, подписание произошло, дорогие друзья. И все это мутит Олег Басаргин. Да, вот благодаря, что все к нему. Это желтая папка. Теперь у Олега. Олег передает все подписи здесь. Олег, а почему вы курите кальян? Это модно, это расслабляет. Что это? Это наркозависимость. Что это? Зачем? Есть всякие разные дыхательные практики. Очень многие... Олегу нравится... Прими пользуются. И здесь не обойтись без мистики. Я обходил из духа. Всякие мастерские, с которыми ты соединяешься на тонком плане. И сговариваешься. Мне кажется, обычные вещи не обязательно не привязаны. Например, я курю кальян из-за того, что он не привязан. Ну, нравится дын пускать. Также можно и сигарету закурить раз в месяц. Вы знаете, в сказке был джин? Джин. Дын пускал, да? Но не затягивался. Закурить сигарету, но не затягивался. Может, сигарет не было, дорогой, Ростов? Затягивать нельзя. Никотин попадает в кровь. И все, вы заложник. Потом уровень никотина в клетке падает. Клетка начинает визжать. Говорит, я еще хочу. И вот так возникает зависимость. Ну, кстати, нет. Я вот сколько не курил, пытался, да? Курил, курил. Пачки сигарет покупал. Вот не привязывается я все. Полгода курил. Год курил. Потом просто переставляю и все, не курил. Молодец. А сколько год? Ну, сладненько. Да, я шучу. Я не пробовал. Ну, естественно, как бы употребляю. Там праздники какие-то, там, не особые, но... Все из-за одной ничего нет. А, нормально. Небрезка. Легко идет. А вот у нас гальда еще доделал. Да, смотрю, контакт, сообщение немерено. Все, завершаем съемочку? Да. Да? Все, дорогие друзья, вот оформление... Какой собственности еще раз? Исключительных имущественных прав. Российский Федерация. Исключительных имущественных прав. Что ты подписывал, не помнишь? Нет, мы создаем капитализацию. Это не просто бумажечки. Мы создаем имущественные права. А эти имущественные права по законодательству даются сроком в виде исключительных прав. 49 лет? Сроком. Эти, по-моему, на 8, на 10. А, ну не как земля там? Нет, промышленный образец на 25 лет. Произобретение на 10. Потому что? А потом это становится народным достоином. Это твоя монополия промышленность. То есть, если мы не успеем, то это народным достоином. Почему? Куда не успеем? Подадим, пусть мы успеем. Пусть, ребята. Не сделай, успеем. Все, стоп, снята, дорогие друзья. Стоп, снята.